Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о фотографии и поиске своего стиля. Фотографирование это огромная часть моей жизни. Публикация этим начала еще в 14 лет. У меня не было тогда ни профессионального фотоаппарата, ни представления о том, что это, как этим можно зарабатывать, как вообще в этом выражать свое творчество. У меня была обычная мыльница, на которую я и делала свои первые кадры. Никогда не забуду свои первые шаги знакомства с фотошопом и рисование на фотографии различными кистями, стилизованными под траву, звездочки и листья. Мне казалось, это так круто! Время шло, все регистрирулись ВКонтакте. Я начала выкладывать свои фотографии, получать какие-то комментарии и находить тех людей, на которых можно равняться. Меня никогда не интересовали ни работы, ни страницы фотографов из моего города. Мне казалось, что это не тот уровень, к которому надо стремиться и к которому нужно стремиться перепрыгнуть. Нужно сразу метить во что-то большее. В 17 лет, когда я была на первом курсе, у меня появилась моя первая зеркальная камера Sony A100. Я ее обожала. Для меня это было просто волшебство, когда 3 года снимаешь на вот такую крохотную мыльницу, и тут у тебя в руках настоящая машина для производства прекрасных фотографий профессиональных. Это просто было удивительно. Ладно, не буду уходить в ностальгию. В общем, суть такая. Я очень горжусь тем, что не тратила свое время на просмотр страничек фотографов, которые находились рядом со мной в моем городе и добивались большого или небольшого успеха. Меня это правда не интересовало. Я гораздо с большим энтузиазмом искала и просматривала работы, документальные фильмы о Банни Лейбовиц, Ричарде Авидоне. Да, тот же Терри Ричардсон и то был намного голов выше тех, кто находился со мной в одном городе. И пускай все эти люди имеют мало чего общего с обычной бытовой съемкой, со съемкой свадебной. И неважно, это творчество в чистом виде. И именно на это нужно равняться и к этому стремиться. О том, что фотографии можно зарабатывать, я узнала довольно быстро. Собственно, на том же первом курсе, буквально через несколько месяцев после того, как у меня появилась камера, начались и первые съемки. И этот опыт был классным. Но для себя я практически сразу решила, что заработок денег благодаря фотографии – это замечательно. Но это не то, чем бы я хотела заниматься на все 100%. Меня интересует творчество, меня интересует съемка для себя, для собственного удовольствия. А это очень часто имеет мало чего общего с коммерцией. Конечно, по мере того, как рос мой опыт и интерес к фотографированию, у меня и возникала потребность как-то расширять свой фотоарсенал и приобретать разные объективы. Никогда не понимала, зачем фотографы меряются, у кого какая навороченная тушка или какой мощный объектив. Это все не важно и зависит только от рук, которыми все это снимается. Но одно могу сказать точно – это попробовать нужно все. И снимать на портретник, и снимать на дальномерные объективы, и на широкоугольные. Ну и, конечно же, куда без самого базового кита. На китовый объектив можно делать удивительные снимки. И это доказано огромным количеством талантливых любителей. Никогда не стоит приобретать объектив только потому, что кто-то вам сказал, что он крутой, или с ним будет более качественная картинка. Картинка намного больше зависит от настроек фотоаппарата, от умения обращаться с экспозицией, с режимами съемки, со светочувствительностью, с балансом белого. Так что, если у вас есть камера, и вам кажется то, что фотографии не очень, прочитайте, пожалуйста, инструкцию к вашему фотоаппарату, и все сразу станет намного лучше. Теперь относительно стиля и того, к чему на данный момент пришла я за все эти годы увлечения автосъемкой. А это уже, можно сказать, 9 лет. Во-первых, не нужно ограничивать себя какими-то рамками. Например, «Теперь я снимаю только на ширик», или «Теперь я снимаю только портреты». Это неправильно. Нужно все пробовать и делать это как можно чаще. Мне нравятся разные стили съемок, и поэтому я сделала такое разделение своеобразное в соцсетях. В Инстаграме у меня одно, в ВКонтакте я выкладываю вообще разношерстый контент, коммерцию выполняю на абсолютно других настройках и с другими объективами, и меня это полностью устраивает. Я этому разделению очень рада, потому что так у меня есть несколько видов деятельности, в каждой из которых я могу себя реализовывать так, как мне это нравится и как мне это хочется. И при этом я не застаиваюсь на каком-то одном стиле. Следующее – это тоже методом проб и ошибок. Я поняла, что никогда не нужно сжигать полностью мосты и делать для себя внутренние ограничения. Например, съемка – это только хобби, или фотосъемка – это только работа. Это большая ошибка. У меня был период, когда я не хотела заниматься цифровой съемкой вообще и полностью перешла на пленочные фотоаппараты. Купила сканер для цифровки пленки и занималась только и только этим. Испытывала очень большое удовлетворение, но за это время не развивалась цифровой фотографией. И это сыграло определенную роль на моей работе, потому что я могла развиваться, получать заказы, продолжать снимать, заниматься коммерцией. Я так этого не делала, но опять же, я столько удовольствия получила, потому что пленочные фотографии – это нечто удивительное, это как картины. Точно так же и с работой получилось. Например, в 2015 году, когда у меня пошли и пошли один за одним свадебные заказы, я вообще не знала и не могла предугадать, что так получится. И ничего особенного не делала для этого, потому что я писала диплом, защищала его, получала высшее. И даже не думала о том, что буду действительно полноценным коммерческим фотографом в этом году. И здесь послужило большим плюсом то, что я не ставила для себя никаких рамок. Я не говорила себе, что все – только официальная, серьезная работа. Нет, получилось заработать фотографией – замечательно. Значит, в свое удовольствие я нафотографируюсь чуть попозже. Не решайте никогда конкретно, что это для вас – только хобби или только работа. Это касается не только фотографий, как вы понимаете, а всего, чего угодно. Пускай жизнь сама вас направляет к тому, что же это все-таки будет. Относительно обработки фотографий. Конечно, здесь очень важно по-настоящему выработать свой стиль обработки. Не качайте никакие стандартные чьи-то пресеты. Не нужно прибегать к самой популярной и шаблонной, отвратительной обработке. Делайте все так, как нравится вам. Любите виньетку – вперед. Любите зерно – вперед. Любите контрастность – высокую, низкую, насыщенность – все, что угодно. Главное – найти то, что будет вызывать у вас внутри эстетическое наслаждение и ощущение гармонии в кадре. Но здесь никуда без самообразования. Обязательно читайте книжки по композиции, по постановке кадра, по цвету и колористике. Любые материалы для фотографов – их полным-полно в интернете. И я вас прошу, если вы не уверены, ваше это или не ваше хобби, не тратьте на это деньги. Не нужно ходить на какие-то курсы и мастер-классы, где вас обещают за неделю сделать фотографом. Этого не случится, если вы сами не любите это дело. А чтобы его полюбить, нужно в развитие свое вкладывать не деньги, а силы и время. А если хотите все-таки стать коммерческим фотографом и неплохо этим зарабатывать, вы должны знать, что это все нестабильно. Так как я тоже в этом не достигла каких-то невероятных высот и успехов, я не буду много об этом говорить, но советую здесь в интернете найти и послушать лекции успешных российских коммерческих фотографов. И из них сделать вывод, что путь к высокому ценнику и большому количеству клиентов очень долг, очень сложен и требует большого терпения и саморазвития. Ну и напоследок хочу сказать, что главное это оставаться честным по отношению к себе и к своим зрителям. Всегда чувствуется, когда что-то делаешь для галочки или только ради денег, или только ради того, что это модно сейчас или востребовано. Делайте все для себя и для своего собственного счастья и удовольствия. Настоящее творчество, оно всегда чистое и искреннее. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!